МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 8 лет ожидания, когда решится вопрос с замороженной стройкой на перекрестке улиц Московской и Курчатова. Мы вместе сотрудник молодежного центра стала призером Международной премии. Танцы новой эпохи. Задоринки приняли участие в творческой лаборатории с российскими хореографами. Далее расскажем обо всем подробно. Когда решится вопрос с замороженной стройкой на перекрестке улиц Московской и Курчатова? В 2020 году застройщику дали 18 месяцев на освоение земельного участка. Срок истекает 19 ноября, но пока никаких документов на разрешение строительства им подано не было. Расторгнут ли договор или строительный мусор с торчащей арматурой продолжат радовать глаз местных жителей. Разбиралась наша съемочная группа. Торчащая арматура, брошенные бетонные блоки, горы из деревянных досок, кирпичей и стекла. Такой живописный вид открывается жителям домов на улице Московской и Курчатова на протяжении 8 лет. В 2014 году на этом месте начали возводить магазин. В 2015 году стройку приостановили, территория начала приходить в запустение. Опасный участок нередко выбирают для игр маленькие дети. «Устали все. Дети. У меня вот внучек там чуть на что не попало. Я за ней бегом, бегом. А я сама на инвалидности. Я не могу ходить. Бегом за ней. Как я побегу? Варя, Варя, кричу. Варя, вернись назад, вернись назад. А дети сколько идут оттуда, плачут. Плачут, идут, плачут. Мы упали боком. Ну, давай, посмотри, думаю, может, кровь у нее утекет. Подняла там и все, ему это. Нет, вроде ничего. Говорю, ну, маленькую шуфу у тебя есть». Рядом с территорией проходить опасно. Мостки и заборы обваливаются при сильном ветре регулярно. Стекла и мусор летят во двор. 13 ноября сильный ветер снова повалил ограждение как со стороны улицы Курчатова, так и во дворе домов на Московской. Решить наболевшую городскую проблему с 2020 года пытается депутат Алексей Волгин. Два года назад народный избранник добился установления сроков строительства, поскольку ранее долгострой никак не ограничивали временными рамками. В 2020 году мы добились путем принуждения, потому что областное правительство было вынуждено обратиться в арбитражный суд уже с иском об освобождении земельного участка. Соответственно, застройщики озаботились проблемой, обратились в областное правительство. Закон им предоставил на тот момент, к сожалению, право еще на три года продлить договор аренды. С правом продления договора перед застройщиком встала и обязанность освоить участок за 18 месяцев, а именно получить за это время разрешение на строительство. Срок истекает уже 19 ноября, и пока никаких документов от застройщика подано не было. Формально для того, чтобы получить разрешение на строительство, администрация будет рассматривать, насколько я помню, 10 рабочих нет. То есть мы понимаем, что застройщик уже на сегодняшний день разрешение на строительство в установленный срок не получит. Насколько я знаю, договором аренды, нестанным соглашением за неисполнение таких обязательств предусмотрена ответственность. Там установлены штрафы и ответственность вплоть до расторжения договора. Как только договор будет расторгнут, застройщика обяжут убрать объект. Однако, если он откажется, эту обязанность возьмет на себя областное правительство. А затраты на эти работы взыщет застройщиков в судебном порядке, рассказал Алексей Волгин. На самой территории в будущем планируют совместно с жителями создать общественное пространство с помощью программы «Вам решать», а часть территории отдать для парковки, в которой остро нуждаются местные жители, добавил депутат. Канал 16 продолжит следить за ситуацией. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров. 24. Завершение строительства улиц Негина, Чкалова, Чапаева, школы Назорги и Центра культурного развития. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию Садовой и моста через Викчинзу. Затраты на реализацию этих объектов предусмотрены в проекте бюджета на следующий год. Главный финансовый документ Сарова передали на рассмотрение в Городскую Думу. Основные характеристики главного финансового документа на 2023 год таковы. Общий объем доходов в сумме более 4,5 млрд рублей. Общий объем расходов в сумме 4,681 млрд. Размер дефицита в сумме 100 млн рублей. Традиционно самую большую долю занимают расходы на образование – 58,7%. Детский центр «Лазурный» приглашает школьников 5-10 классов от 10 до 15 лет включительно на учебные интенсивные сборы по направлению искусства, ведь деятельности – народные художественные промыслы. Документы принимают до 27 ноября. Также нужно заполнить заявку на портале «Навигатор 52». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитином пройдет 23 ноября в 14 часов. Трансляция будет доступна на телеканалах Нижний Новгород 24, ННТВ, Волга, Волга 24, на платформе «Смотрим.ру». Вопросы губернатору принимают ежедневно с 10 до 19 часов по телефону 8-831-233-0100, 8-800-775-2221. Также вопрос можно направить через сайт правительства Нижегородской области. Для этого нужно заполнить форму, указав контактные данные, оставив текст обращения к губернатору. Продолжается голосование за лучший социальный проект. Годы победители голосования, которые наберут наибольшее количество голосов в каждой из категорий, получат грант 300 тысяч рублей. За победу борется приют для кошек-мурдом, пока он лидирует с почти 40% голосов. Но до конца голосования ситуация может поменяться. Зооволонтеры просят горожан поддержать приют и отдать за него свой голос. Для этого нужно перейти на портал добрыйбизнес.рф. В категории «Некоммерческие организации» выбрать проект «Приют-мурдом». Заполнить анкету с контактными данными. Результаты голосования объявят 1 декабря на торжественной церемонии подведения итогов развития социального предпринимательства Нижегородской области. Детская библиотека имени Пушкина приглашает саровчан на теплый вечер. Семейное мероприятие пройдет в пятницу, 18 ноября, с 16.30 до 20.30. Акция переурочена к Году культурного наследия народов России и посвящена мастерам народных промыслов. В программе арт-мастерские, игровые площадки, фотозона, примерка костюмов, книжная ярмарка. Без возрастных ограничений. Подробная программа на сайте Пушкинки. В Нижнем Новгороде наградили полуфиналистов регионального этапа международной премии «Мы вместе». Руководитель отдела социальной адаптации молодежного центра Екатерина Неконорова получила диплом призера. Подробности в следующем репортаже. 16 лет поддержки и добра более миллиона рублей пожертвований. Эти деньги, собранные в рамках благотворительного марафона «Город единства непохожих», пошли на адресную помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. В рамках марафона проводят целый комплекс мероприятий, спортивные события, социальные площадки, творческие мастерские и концерты. В этом году, благодаря помощи горожан и предприятий города, мы собрали значительную сумму, на которую приобрели тренажер для участника клуба «Лоц» Никиты Сидоренко. И планируем еще на оставшиеся средства приобрести тренажер для бадминтонистов с нарушением слуха, которые занимаются здесь, в молодежном центре, и показывают высочайшие результаты на соревнованиях различного уровня. В этом году активисты выдвинули проект благотворительного марафона на соискание международной премии «Мы вместе». В июле проект отобрали на региональный этап. 191 заявка была допущена до защиты проектов в Нижнем Новгороде. Руководитель клуба «Лотос» Екатерина Неконорова познакомила жюри конкурса с проектом, ответила на все возникшие вопросы. Итог – выход в полуфинал. Наш проект – долгожитель, прекрасный, очень значимый, очень нужный и важный. И второе место, международные премии «Мы вместе», которые мы получили, я считаю, что это прекраснейший результат. Мы заявили о себе на всю область, и, в принципе, нас уже знают, с нами уже хотят общаться. Клуб «Лотос» расширяет круг общения. Его участников приглашают на события, которые проходят не только в нашем городе, но и в области. В декабре они планируют поездку на инклюзивный концерт в Арзамас. Об эти досуге археологов, проведении раскопок о том, какие древние предметы можно найти на территории нашей страны. В городском музее прошла классная встреча РДШ. О своем опыте участия в археологических экспедициях саровским школьникам рассказала историк-советник по воспитанию 20-й школы Екатерина Мелентьева. Екатерина Мелентьева – учитель истории, советник-директор по воспитанию и вожатая школа номер 20. Четыре года подряд выезжала в археологические экспедиции на раскопки IX века. Воспоминаниями об этом увлекательном периоде своей жизни она поделилась с саровскими ребятами на очередной классной встрече в рамках проекта российского движения школьников. Екатерина рассказала все детали процесса – от разведки до передачи данных в музей. Научила, как определять место раскопок, снимать слои почвы и сравнивать находки. Самым прекрасным в археологии было то, что я могла прикоснуться к истории собственными руками. Изучать историю в институте – это одно, а прикасаться к ней, откапывать какие-то древности – это совершенно другое. И теперь на уроках истории я понимаю, о чем я говорю, о той же археологии. Я могу показать что-то детям и рассказать об этом подробно. Это для меня, как для учителя, очень важно. Самой главной находкой Екатерина считает бронзовую брошь в виде оленя, хотя в основном археологи откапывают фрагменты керамической посуды. Работала девушка в Ханты-Мансийском автономном округе. Оттуда она привезла некоторые находки, образцы почв – от чистого песка до верхнего слоя с ягелем. Кроме научной, есть в археологии еще одна составляющая. Это ни с чем не сравнимая романтика походов, вечеров в костра и песен под гитару. Самое главное – туда съезжаются люди со всей России. И ты можешь познакомиться с культурой России в том числе. Пока едешь в эту экспедицию, ты приезжаешь через всю страну. И для меня очень многое стало в новинку. Вот, например, Ханты-Манси. Я же рассказывала детям тоже сегодня. Говорю, был Хант. Я подхожу, а как тебя зовут? Он говорит, Андрей. А я-то думала, Хантов вообще зовут как-то иначе. Я говорю, фамилия у тебя какая? Качалов. Хант Андрей Качалов. Я думаю, это человек с оленем и бобном, а на самом деле это обычные люди, как и мы с вами. За рассказом и презентацией археолога внимательно следили и дети, и взрослые. Слушатели ловили каждое слово Екатерина, вглядывались в фотографии, отвечали на каверзные вопросы и удивлялись, если вдруг звучала информация о чем-то совершенно необычном. Вы знаете, в школах проводится много профориентационной работы, и классные встречи РДШ – это прекрасная возможность воочию, то есть потрогать что-то и пообщаться с людьми, которые знают много, и профессионал в своей области. Запомнилось обычай и быт, конкретно тех людей и здешних, которые там прибыли на экспедицию, про особенности климата, наверное, и жизнеособенности, про приспособления и прочее. Возникло желание после этого стать археологом? Да, возникло, есть такое. Следующее такое мероприятие состоит с 15 декабря. Кто будет гостем, зависит от самих ребят. Предложение принимают в группе «Союза сияющей звезды ВКонтакте». Студия Задоринки Дворца детского творчества начала фестивальный год с двух крупных побед. Младшие воспитанники Анны Козловской получили гран-при на международном конкурсе «Солнце круг». Ребята средней конкурсной группы отметили на интерактивной танцевальной лаборатории «Фри Дэнс Фэктори». Четыре года студии странной народной хореографии Задоринки Дворца детского творчества участвуют в интерактивной танцевальной лаборатории новой эпохи «Фри Дэнс Фэктори». В этом году на творческое мероприятие выезжала средняя конкурсная группа. Для ребят это был дебют в проекте. Мастерами на этом проекте были топовые хореографы Светлана Лутошкина, Павел Самохвалов, Андрей Беч, Арина Санникова, Игорь Сурмий и Антон Косов. Очень важно было послушать мнение каждого педагога о том, как же танцует мой коллектив, как они умеют собраться, как они владеют техникой современного танца. «Фри Дэнс Фэктори» – это конкурс непривычного формата. Задоринки привезли на него четыре работы. После показа танцев всех коллективов каждый из мастеров выбирал себе две группы и за два дня ставил с ними еще один танец. Задоринки выбрал Антон Косов. Хотелось, конечно, оправдать доверие хореографа и чтобы все прошло прям идеально. Ну, ребята справились. Конечно, было очень сложно, было трудно, потому что мало того, что педагог – мужчина, они привыкли к тому, что я ими руковожу. У меня такая женская, так скажем, любовь и подача. А здесь пришел мужчина и совершенно другого образа мышления. И постановка – это современная классика. То есть для них это было что-то новое. Наставник постарался по максимуму раскрыть возможности каждого танцора, придумать и выстроить новую композицию. И результат для новичков – отличный диплом лауреата третьей степени, сертификат на 10 тысяч рублей на оплату участия в любом мероприятии проекта «Танцевальный клондайк» в 2023 году. Но главный подарок для задоринок – это бесценный опыт участия в этом проекте. Это необычный конкурс. Это, во-первых, мы там учимся, мы развиваемся и получаем дополнительную постановку, которую можно показать другим. То есть это необычный конкурс. Это уникальный проект среди остальных конкурсов. Я получила огромный опыт. Вообще для себя я считаю, что я поработала очень хорошо. Те самые мастер-классы, на которые мы ходили помимо постановки, там работаешь с хореографом, который тебе не знаком. Ты его не знаешь, но у него настолько прекрасная хореография, что ты просто заплываешь в этот мир и потом не можешь оттуда выйти. Анна Козловская гордится еще одной победой своих воспитанников, на этот раз младших. В Нижнем Новгороде на международном конкурсе «Солнце круг» дипломы лауреата в первой степени получили танцы «Топотуха» и «Распаковка». А композиция «Губы цвета мака» завоевала Гран-при. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Анна Пилипец.